Не хочется быть пророком Нострадамусом, но зимой мы столкнемся еще с более худшими ситуациями. Нужно учитывать, что на электроснабжении построена работа всей инфраструктуры, и если в морозы такое произойдет, то несколько часов и системы отопления и водоснабжения просто-напросто развернутся. Это будет катастрофа, так как даже в лучших условиях в конце лета, в начале осени, восстановление электроснабжения занимало и день, и два, и до пяти дней в лучших условиях. Сейчас в условиях плохой логистики, плохие дороги, которые всем известны, восстановление электроснабжения будет занимать неизвестно сколько времени. Ну и кроме того, влияет то, что топлива нет. Без бензина оперативно-выездные бригады никуда не поедут, без материала опоры и провода не починят. В течение 21 и 22 ноября Старобельский район, в принципе, как и вся Луганская область, столкнулся с массовыми масштабными обесточиваниями. Причиной в большинстве случаев является небо. Первый снег, деревья падают, ветки цепляют, обрывают провода. Это стало основной причиной. Помимо этого, вчера ориентировочно около 18.00 в Старобельске автомобиль сбил опору. Всего по Луганской области по состоянию на 11 часов было обесточено почти 30.000 абонентов. Это 68 населенных пунктов полностью или частично. По Старобельскому району было всего обесточено 5 населенных пунктов и 13 частично. Это около 9.000 абонентов. Вчера и сегодня были задействованы максимальные силы. Шесть оперативно-воездных бригад работали по Старобельскому району. Это все бригады, которые у нас есть. Но аварий много, людей не хватает. Большая проблема с материальным случаем. Из-за санкций НКРЕ, которые длятся уже в течение года, не имеют денег на счетах для того, чтобы приобретать смазочные материалы и материалы для проведения ремонта. Провода, изоляторы, траверзы и так далее. Над подачей электроэнергии работа ведется. Частично какие-то используются резервы, которые удалось формировать. Используется помощь местных властей, населения, активистов для скорейшего восстановления, так как свои возможности ограничено. Как я сказал, на данный момент шесть оперативно-воездных бригад работают. Они работают. Чемеровка, Лиман, Половинкина, Байдовка, Верхняя Покровка, Супхановка, Мариновка. Также по Старобельску продолжаются работы. Нужно отметить, что обесточенными у нас были частично Старобельск, Вчера, сегодня утром, это квартала, квартала Тутина. Села Калмыковка, Кочмуровка, Шугинка. Частично были обесточены, полностью более обесточены. Половинкина, Байдовка, Светлая, Егоровка, Гайдуковка, Сухановка, Мариновка, Верхняя Покровка, Шпотина, Сенькова, Тецкая, Малахатка, Каменка. Уже восстановили вчерашние повреждения. Восстановили сегодня, то, что утром произошло в 6.40, что квартал Гатутина был обесточен. На Чмировке, Шпотина, работы ведутся. Как мы, в принципе, могли заметить, еще в конце лета, в начале осени, Луганская область начала периодически сталкиваться с довольно крупными авариями. Любой ветер, любая непогода приводили к масштабным отключениям абонентов. На данный момент первый снег, первое проявление зимней погоды, и 30 тысяч абонентов по всей области. Это связано с тем, что Луганское энергетическое объединение из-за отсутствия денег, из-за санкций НКРЭ и ареста счетов государственной исполнительной службы не смогло подготовиться к проведению осенне-зимнего периода. В чем это выражается? Не выполнялась должным образом замена опор, замена проводов. Проводились работы на подстанциях профилактические, обрезка деревьев. Все это не проводилось. Как мы видим, сейчас это все влияет, работает против нас, и фактически зимой мы столкнемся еще с более худшими ситуациями. Подписывайтесь на наш канал! Отлично! Продолжение следует...